Верховая езда – неотъемлемая часть казачьей культуры. Храбрость, физическая сила и ловкость – качество, необходимые для победы. Каждый участник проезжает один круг, после чего передает эстафету следующему. Падение – плюс 30 штрафных секунд к общему времени. От каждого участника зависит, насколько высокий результат покажет команда. Все команды подготовлены по-разному. Многое зависит от характера лошади. Если всадник зазевался, она может повернуть в другом направлении. Терские казаки удачно справились с заданием. Их время – менее пяти минут. Опыт небольшой верховой езды. Изначально я коня очень сильно боялся. Но только потом со временем приходит осознание того, что его бояться не надо. То есть он как друг твой, считай. То есть ты на него сел – все, ты должен его чувствовать, ты должен его ощущать. Главное – это не давать ему слабости. Потому что если ты даешь ему слабость, он понимает, что в седле сидит неопытный человек и начинает вести себя волью. Восемь команд прошли испытания. Завершают соревнования по верховой езде представители Центрального войскового казачьего общества. Последний всадник финиширует. Победители определены. Мы не ожидали. Мы как бы могли. Мы на самом деле надеемся только на это. На помощь Божию. Молиться нужно. И верить в свою победу. Еще плюс ежедневные тренировки. Нужно верить в то, что если ты будешь часто тренироваться, если ты будешь молиться, верить в победу, то тогда, конечно, все у тебя будет и получится. Доказано, что конный спорт благоприятно влияет не только и нисколько на общефизическое развитие человека, но вместе с тем оказывает в том числе и душевное спокойствие и равновесие. Соревнования, сегодня проведенные в разницу от прошлого года, отличаются, во-первых, значительно более качественным подбором состава команд всадников. На будущий год планируем также проведение здесь у меня на конкурном поле с учетом обеспечения безопасности и более эффективных результатов проведения.